Всем привет, друзья мои! В сегодняшнем видео я хотел бы поговорить о спиннинге, который создан реально для трофейной рыбалки. В данном видео я хочу рассказать о спиннинге от компании SFT, модель Insider, длина 2,10, тест до 700 грамм. Данный спиннинг полуторачасный, создан для морской ловли, для ловли палтуса и тому подобное, для отвесной рыбалки. Спиннинг очень мощный, довольно-таки тяжелый, но в то же время спиннинг имеет очень-очень превосходную чульку. Данный спиннинг не совсем обычный. Спиннинг не имеет ни одного кольца, кроме тюльпана. Плетеный шнур или монофинная леска проходит внутри бланка. Данный спиннинг я использую при ловле троллингом. При ловле троллингом в один спиннинг для ловли судака и сама. Несмотря на свою мощь, данный спиннинг довольно-таки упругий и имеет очень хорошую чульку. Спиннинг имеет довольно-таки толстые стенки. Это нижнее пропускное отверстие для плетеных шнуров и монофильной лески. Тюльпан данного спиннинга от компании SIG. Крестовой упор для ловли с поясом. Ручка данного удилища довольно-таки длинная. Спиннинг имеет петельку для зацепа приманки. Очень мощный катушкодержатель с двумя контрогайками. Повторюсь, друзья мои. Несмотря на свой тест в 700 грамм, на свою мощь, спиннинг имеет очень хорошую чуйку. Что позволяет нам использовать данное удилище для ловли троллингом в один спиннинг. Также, в принципе, данное удилище может подойти и для ловли сама. Или, может быть, для каких-то других целей. Я себе его, повторюсь, выбрал для ловли троллингом в один спиннинг. Почему же у данного спиннинга довольно-таки хорошая чуйка при таком тесте? Ну, первое, это, наверное, из-за его конусности. Конусность данного бланка очень большая. Плюс, бланк сделан из высокомодульного графита. Ну, и, конечно, из-за того, что плетеный шнур или леска проходит у нас внутри бланка, это также придает дополнительную чуйку данному удилищу. Ну, а теперь давайте посмотрим его строй. Строй удилища. Многие, наверное, удивятся, но данное удилище довольно-таки способно протаскивать вполне мелкие приманки и чувствовать их, передавать их работу в руку. Ну, а про крупные приманки, скажем, уже халкообразные или какие-то менсообразные, скажем, 30+, я уже, в принципе, помалкиваю. Данная палочка именно создана для них. Друзья мои, обратите внимание на конусность данного бланка. Данная конусность позволяет палочке иметь превосходную чуйку. И в то же время спиннинг полностью не сгинается. То есть при вываживании трофейной рыбы у нас, по сути, сгинается его только первая половина, а вторая половина спиннинга остается прямой. У многих спиннингов серии Inline большая проблема заключается в том, да и не только, в принципе, у спиннингов серии Inline есть такая проблема. Когда при вываживании трофейной рыбы у нас, ну, скажем, режет руки, когда спиннинг сильно сгинается и плетенка у нас, получается, проходит уже по рукам, по рукоятке, по верхней части рукоятки нашего спиннинга. У данного спиннинга это все исключено, потому что, я говорю, повторюсь, работа бланка идет только, ну, скажем, в первой половине, в первой части нашего удилища. Данный спиннинг очень надежный, спиннинг мощный, прощает многие ошибки, подойдет как для начинающего рыболова, так и уже для бывалых рыбаков. Как я говорил ранее, это, в принципе, универсал. Данный спиннинг можно использовать как для ловли троллингом в один спиннинг, так и для ловли сама. Для ловли сама, ловли сама квоком, для ловли сама, скажем, с борта лодки. Также, в принципе, я думаю, он подойдет, подойдет неплохо для ловли, бортовой ловли крупного сазана. Ну, а для тех, кто собирается ехать на море за палтусом, данная палочка просто идеальна. Она создана для этого. Модель инсайдер имеет два размера, 2,10 и 2,40 и два теста, до 700 грамм и до 1000. К сожалению, довольно-таки мало спиннингов, которые продаются сразу в тубусах. Данный спиннинг, как и многие другие, продается вот в таком чекле. В комплекте к данным удилищам серии Inline всегда идет в комплекте вот такой тросик. Данный тросик позволяет нам продеть плетеный шнур внутри бланка. Как это делается, друзья мои? С одной стороны тросик не имеет петельки, а с противоположной стороны тросик имеет вот такую петельку. Как же эта система работает? Тем концом, у которого петельки нету, мы продеваем во входное отверстие спиннинга. И начинаем его туда проталкивать. Проталкиваем до тех пор, пока с обратной стороны спиннинга не появится сам тросик. С этой же стороны в петельку мы продеваем неоднократно, лучше 5-6 раз, нашу плетенку. Закрепив плетенку за эту петельку, за противоположный конец тросика мы начинаем тянуть. Тащим до тех пор, пока с этой стороны у нас не выйдет тросик с нашей плетенкой. Ну что, друзья мои, не будем тянуть резину, подведем итоги. Данное удилище это довольно-таки очень мощное удилище для морской ловли, для ловли палтуса. И также данное удилище подходит для нашей речной ловли, скажем, для того же самого Самар. Или, друзья мои, для ловли нашего речного судака, когда мы ловим троллингом в один спиннинг и ловим именно на поклевке. Субтитры создавал DimaTorzok